Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами обсудим такой момент, как экономическую модель сегодняшнего общества. Те факторы, которые сегодня влияют на наше с вами благосостояние. И обсудим это в разрезе именно криптовалюты, современных технологий и идеи МММ, вообще и криптовалюты Мавра в частности. Миссия криптовалюты Мавра, миссия МММ объединить людей, идеальную экономическую модель и современные технологии блокчейна на благо каждого человека и общества в целом. Сегодня МММ это не какая-то просто касса взаимопомощи, это не бумажки Мавра, которые мы с вами помним еще там 90-х. Сегодня МММ это не только даже Россия на самом деле, это страны, конференции, это мероприятия с большим тысячным участием. Это встречи регулярные, это презентации, это сообщество, комьюнити людей, объединенных одной идеей на построение изменения своей жизни и построение в принципе экономической модели, отличной от того, что сегодня предлагает нам государство. В условиях пандемии мы сейчас наоборот только становимся больше, укрепляемся и становимся более сильным сообществом, сильным комьюнити, вокруг которого объединяются люди и страны. Но, собственно говоря, сегодня я хотел бы вам рассказать о IT-продукте, это Мавра Майнинг Бот или сокращенно просто Мавра Бот. Это IT-продукт для совместного заработка на криптовалюте Мавра с повышенным процентом доходности. На самом деле именно повышенный процент доходности является основным и важным моментом использования этого IT-продукта как инструмента для вашего изменения, вашего благосостояния. Как я люблю часто говорить, это незаслуженно высокий процент. Мы чуть дальше с вами вернемся к этому вопросу, вы поймете почему, да, то есть как вообще выстраивается процент доходности по эмиссии новых монет в криптовалюте Мавра. И что сегодня именно Мавра Бот дает вам, какую возможность дает вам, чтобы вы могли получать этот высокий процент, ради которого на самом деле вообще другие люди строят большие сообщества, держат огромные деньги на своем кошельке. А сегодня вы в Мавра Бот можете любую сумму делегировав ее на майнинг получать повышенный процент доходности. Итак, что же такое криптовалюта? Немногие на самом деле на сегодняшний день уже сумели или успели разобраться, что такое криптовалюта. А между тем она существует в нашей с вами жизни уже больше 11 лет. С 2009 года появилась первая криптовалюта Биткоин. И эта криптовалюта за это время уже плотно вошла в нашу жизнь. Вообще в нашей жизни сегодня используются блокчейн-технологии, на базе которых созданы вообще криптовалюты. Их более 5000 сегодня. Большое сообщество, большой комитет, очень много людей, огромные деньги. Капитализация Биткоина сегодня превышает капитализацию рубля. Вы только вдумайтесь в это. Сегодня денег в Биткоинах, в криптовалюте держится больше, чем у нашего с вами российской экономики. Отрицаете вы криптовалюту или принимаете тот факт, что это уже реальность. Это только ваше дело. Но в любом случае это то, что хотите или не хотите, неизбежно войдет в вашу жизнь. И будете ли вы в струе, будете ли вы, как говорится, на коне, да, или будете в роли догоняющего, зависит сейчас только от вас. Сегодня Сбербанк уже внедряет блокчейн-технологии в свою работу. Виза подала патент на создание своей собственной криптовалюты, своего собственного блокчейна. В Китае используется криптовалюта как государственная валюта. И это только начало. Сегодня даже в условиях пандемии Мишустин предложил многим, именно туристическим операторам страны, принимать криптовалюту в оборот. Этот список можно продолжать бесконечно, друзья. Пока вы можете отворачиваться и не слушать этого, не видеть, криптовалюта, блокчейн входит в нашу жизнь, становится реальностью. И я рекомендую вам разобраться в этом. Давайте разберемся, что такое вообще деньги, откуда они появились, да. Как это платежное средство вообще стало для нас чем-то нормальным. Потому что изначально не было никаких денег. Был обычный товарный обмен, да. Но это неудобство привело к тому, что необходимо было какое-то усредненное, что-то, что принималось бы в целом в нашем сообществе, в нашей деревне, в нашем области, в регионе. Как обмен, да, форма обмены. И я бы не искал, не искал бы там, не знаю, кусток ткани для охотника, если я хочу поесть мясо. А у меня есть только рыба, да, ему не надо рыбу. Ну, и вот этот сложный процесс обмена упрощался именно благодаря созданию унифицированных каких-то форм обгена. Это шкуры, специи, ракушки, да, но было некоторое неудобство во всем этом использовании. Именно потому что хранить это было неудобно, перевозить это было неудобно. Ликвидность была низкая, потому что уже в соседнем регионе, там где-нибудь за 100-200 километров, это не применяется. То есть ваши ракушки там никому не нужны. И вы приходишь с мешками ракушек, и ты бедный. Может быть, что, дурак, у нас здесь шкуры принимаются. Появилось, чуть позже появилось золото. Золото имеет ценность, да, так же, собственно говоря, как и многие средства обмена, натурального обмена, имеет свою ценность. Но сложность транспортировки, дороговизна, сложность делений привели к тому, что в 18 веке банкиры предложили заменить золото, вывести его из оборота, положить его к себе в банки, а людям выдать просто бумажки. Назвали их бумажные деньги. Собственно говоря, это и есть фиат, да, фиатные деньги. От слова фиат договоренность по латыни. Просто договорились, что эти бумажки будут иметь якобы какую-то назначенную цену. Можете достать сейчас из кармана, из кошелька любую денежку, любую купюру и почитайте. Это билет. Это всего лишь билет Банка России. Когда я сажусь в самолет, мне дают билет. Когда я захожу на карусельку, то мне дают билет. Когда я сажусь в трамвай, мне дают билет. И это тот же билет, когда я прихожу в банк, мне дают билет. Мне дают билет Банка России, который якобы подтверждается как эта ценность. То есть, да, что я этот билет могу на что-то поменять. На товар, услугу, на продукт питания, на время, на ваше рабочее время я могу его поменять. Но по факту он сам по себе ничем не подкреплен. В 70-е годы уже прошлого века появились пластиковые карты. Они сильно упростили обороты денег. Но при этом на сегодняшний день, только вдумайтесь, насколько централизована вся экономика. Ведь все ваши деньги лежат на карте и вам они абсолютно не принадлежат. Их может забрать банк, забрать государство, забрать у вас, и вы их никогда больше не сможете использовать. Если вам кто-то переведет крупную сумму, вам придется оправдывать и доказывать, а кто это и за что вам перевел деньги. В 2009 году некий анонимный криптоэнтузиаст-программист Сатоши Накамото, как он себя назвал, создал на базе блокчейн-технологий электронные деньги, которые принадлежат только вам. Абсолютно полная децентрализация, надежность, безопасность, отсутствие, что самое главное, персонификация и удобство и огромная, очень высокая скорость обмена. На сегодняшний день уже есть более 5000 различных криптовалют. И развитие этой технологии сегодня, скорость обмена денежными транзакциями в 5 секунд. Комиссия за перевод миллиарда долларов составит менее, менее 10 баксов. Вдумайтесь. И самое интересное, никто кроме вас не может владеть этими негами. Никто не может ими распоряжаться. Только вы управляете этими негами, только вы принимаете решения. И вы можете их перечислить, снять, продать, отправить. Только вы и никто другой. Кто за этим кошельком скрывается, никто никогда не узнает. Вот. Итак, друзья. Сегодня криптовалюта это то, что в нашей жизни присутствует. И мы с этим живем. Криптовалюта создана на базе блокчейн-технологий. И в этом ее особенность. Вот все, о чем я говорил, это все достоинства именно технологии блокчейн. Блокчейн это распределенный реестр учета данных. Ну, это, знаете, некоторая, на самом деле, действительно, бухгалтерская книга. Книга, которая хранится на множестве компьютеров по всему миру. Она состоит из цепочки блоков. И каждый блок имеет в себе информацию обо всех предыдущих блоках. Соответственно, внести изменения, обмануть систему невозможно. Потому что придется переделать всю цепочку блоков. Придется собрать все компьютеры, на которых хранится блокчейн. И внести изменения в каждом, во всех блоках, на каждом компьютере. Чего, в принципе, сделать невозможно. И сегодня это делают майнеры. Это люди, которые подтверждают работу в сети. Собственно говоря, о том, о чем мы сегодня и хотели поговорить. То, что я хотел сегодня вам донести. Способы заработка на криптовалюте. Потому что это, наверное, самое ценное и нужное знание, которое вы сегодня подчеркнете для себя. И первое. Это трейдинг. Трейдинг известен нам многим. Мы смотрели фильмы. Знаем, что есть какие-то курсы, биржевые индексы. Вот точно так же и с криптовалютой. Криптовалюта – это целая индустрия, это сообщество, это огромная комьюнити людей, где возможно зарабатывать. Возможно зарабатывать большие деньги. Собственно говоря, на трейдинге делаются огромные деньги. Достаточно быстро. Можно быстро сделать капитал. Это, знаете, опять же, своего рода казино. Никто не знает, выиграешь ты или не выиграешь, победишь ты. И постоянно надо быть в фокусе. 24 часа в сутки. Много тратится нервов. У меня есть товарищ. У меня есть товарищ, ему 27 лет было. Он начал заниматься трейдингом. Неплохо живет, на самом деле. Уже год занимается трейдингом. Вот, именно на криптовалюте. Седой, красивый седой парень. Вообще отлично. Нервы, конечно, не к черту. Но он уже заработал себе на дом. Купил себе машину. Подарил тоже родителям. И это неплохой вид дохода. Но лично мне он не подходит. Я хочу иметь спокойную жизнь. Спокойные нервы. И хочу при этом зарабатывать. Я хочу 24 часа лупиться в компьютер. И смотреть, как меняются индексы. Как меняются графики. Чтобы на маленькой копеечной разнице в курсе зарабатывать. Постоянно, постоянно обмениваясь. И вот мне в этом смысле гораздо интереснее. Второй момент дохода. Это накопление. Накопление, покупка криптовалюты. Когда ты ее покупаешь и хранишь. И, собственно говоря, она становится дороже. Работает изменение курса. Потому что криптовалюты. Все криптовалюты. Топовые, мировые криптовалюты. За последние 5 лет в 300, а то и 1000% увеличили свой курс. Если каждый из вас бы купил 5 лет назад. 5 лет назад. Купил бы хотя бы 1 биткоин. Он стоил, чтобы вы понимали, порядка 100 долларов. Уже даже сегодня. Не в пиковый, не в прошлый год. Не в 2019 год, когда он стоил 22 тысячи долларов за 1 биткоин. Даже сегодня вы бы уже имели порядка 10 тысяч долларов, сделанных из одной сотни. Подумайте. Хотели бы вы зарабатывать, ну вот просто заработайте деньги за то, что сегодня вы стали частью. Частью экономики, криптоэкономики, мировой криптоэкономики. Которые никак не влияют кризисы с отдельной конкретной страны. И третий вид дохода это майнинг. Это самый надежный вид дохода. Относительно быстрый способ заработка на самом деле на криптоэкономике. И в последнее время, в последние годы он стал доступен простому обывателю. Потому что раньше технологии майнинга, протоколы, которые использовались для майнинга, для добычи криптовалюты, подразумевали огромные мощности. Нужны были огромные мощности компьютера для участия в майнинге. Это очень дорого было. Дорогое оборудование, мощное. Сегодня появились новые технологии. Не сегодня конкретно, но мы именно сейчас о них будем говорить. Технологии, которые позволяют каждому из нас участвовать в майнинге и в распределении эмиссии криптовалюты. И есть два протокола. Изначально протокол добычи криптовалюты. Proof of work. Это доказательство работы. Условия майнинга. Условия подтверждения работы сети, при которой специальные компьютеры, асики, очень мощные вычислительные компьютеры, совершают операции. Кэш, да, вычисляют правильную операцию. И за это блокчейн выдает им вознаграждение. Как зарплату, да, в виде новых монет. Недостаток этой технологии, недостаток этого протокола выявился на самом деле в том, что сегодня это огромные вложения в саму добывающую вот эту вот мощность, да, в сами эти компьютеры. Это огромные затраты электроэнергии. И сегодня на добычу биткоина в мире тратится электроэнергии, как потребляет, например, две таких страны, как Дания. Такая страна, как Конго, потребляет столько же электроэнергии, сколько тратится в мире на добычу криптовалюты. И 80% всех мощностей сосредоточены в Китае по добыче криптовалюты биткоина. И сегодня это колоссальная проблема на самом деле, потому что вам, если вы решите сегодня конкурировать за возможность получить новый биткоин на майнинге, вы будете конкурировать с целой страной. В 2012 году, через три года после появления именно монет биткоин, да, и протокола Proof of Work, подтверждение работы, новый, был разработан новый протокол, это Proof of Stake, доказательство доли. Когда распределение монет, распределение новой криптовалюты, эмиссия идет среди держателей, держателей этой монеты, доли в этой монете. Собственно, со скоростью пропорционально доли в имеющейся криптовалюты. Вот, и вам для этого не нужен мощный компьютер, вам не нужна куча электроэнергии. В этом смысле вы повышаете процент именно своей скорости эмиссии новых монет на вашем кошельке за счет увеличения стейка, да, то есть количество уже имеющихся у вас монет. И эта уникальная технология Proof of Stake была активно поддержана и начала развиваться в 2017 году. В 2017 году, друзья, появился криптовалюта Мавра, о которой мы сегодня с вами разговариваем. И это уже продукт не вчерашнего дня, да, то есть это продукт, у которого есть уже история. Именно благодаря технологии Proof of Stake мы сегодня смогли объединить два вида заработка на криптовалюте. Накопление и майнинг, да, самые основные виды заработка, которые дают нам возможность спокойного дохода, гарантированного дохода, да, стабильного, что самое главное, и назвали этот инструмент Мавра Майнинг Бот. Я вам уже о нем сегодня рассказывал. И, собственно говоря, из чего вообще складывается, давайте разберемся, доходность именно в монете Мавра. Есть три основных показателя. Это количество монет на вашем кошельке. Это баланс структуры людей, которым вы рассказали о этой криптовалюте. И они создали себе тоже кошелек. Это балансы на всех их кошельках. И это количество дней, которые эта криптовалюта лежит у вас на кошельке. Собственно говоря, перемножая все эти данные, вы получаете процент ежедневного дохода на вашем личном кошельке, если вы решите создать сервисный кошелек и там сохранять, накапливать и приумножать криптовалюту Мавра. Смотрите, сегодня Мавра Майнинг Бот, о котором мы сегодня вам уже рассказывали, дает годовую доходность в 324%. 324% годовых. Это не просто цифры. Если интересно, откуда они складываются, вы можете взять вот эти данные. Объем пула сегодня 426 230 монет. На тот момент, когда я сделал эту презентацию, сейчас уже наверняка больше. Число делегаторов пула, это людей, которые делегировали свою криптовалюту, монеты на общий Proof of Stake Mining, на коллективный майнинг, составляет 10753 человека и постоянно увеличивается. Доходность пул дает сегодня максимальную доходность в сутки 0,9%. Чтобы создать себе такую доходность на своем личном кошельке, вам нужно иметь, собственно говоря, примерно те же самые полмиллиона монет, иметь себе структуру последователей и где-то 180 дней, полгода не трогать эти монеты. Либо у вас есть другой вариант. Сегодня вы можете вложить, делегировать, купить криптовалюту Мавра и делегировать их на майнинг, на коллективный Proof of Stake Mining прямо в Mining Bot и получать 0,9% в сутки. Для этого вам не нужно выстраивать структуру, вы просто на пассиве получаете, делегируя свои монеты, вы на пассиве получаете доход ежедневно 0,9% от суммы, которую вы делегируете. Но если вы захотите, в принципе, когда поделиться, делегировать свои монеты, получая доход, каждому из нас так или иначе хочется поделиться этой историей, рассказать своим друзьям, товарищам, близким и дать им возможность зарабатывать, дать им возможность быть независимым, экономически независимым, потому что делать то, что хочется. Лично для меня самая главная, на самом деле, возможность, которая дает мне этот бизнес, это возможность реализовываться. Я свободен от того, чтобы работать ради денег, потому что мне нужно есть, потому что мне нужно кормить семью. Я свободен от мысли, как мне заработать на завтрашний день. И это самое главное для меня, потому что я могу заниматься тем, что мне действительно нравится. Пусть сегодня это не приносит мне больших колоссальных доходов, но я спокоен за то, что мне будет что поесть, что моей семье будет что надеть, что я смогу заплатить за электричество, да, я смогу оплатить телефон, купить продукты. Именно потому что есть тот доход, пассивный доход, который приносит мне именно Мавробот. И рассказывая об этом своим друзьям, товарищам, которые так или иначе сами об этом интересуются, я получаю с каждого человека, который заходит и точно так же получает на пассиве эти деньги, точно так же становится тем человеком, у которого есть возможность теперь развиваться и жизнь в удовольствие, в семиуровневую реферальную программу. И с каждого уровня, с каждого депозита, который делает тот или иной человек, я получаю проценты. Проценты 6, 3, 1, 0, 5, проценты 0, 2 и так далее. Так вот, друзья, сегодня у каждого из вас есть возможность изменить свою жизнь. Каждый из вас может взять сумму, ту сумму, которая действительно ему сегодня не критична, которая не изменит его жизнью. 5-10 тысяч рублей не изменит вашу жизнь. Вы не станете колоссально богатыми, вы не станете бедными, если вдруг, да, вы не станете бедными, если у вас не будет этих 10 тысяч рублей. Но вы можете изменить свою жизнь, попробовав, просто начав. Сейчас, после этого видео, возьмите и купите несколько монет Мавра и делегируйте их на коллективный майнинг. Станьте частью сообщества Мавра Бот, станьте частью новой экономической модели, нового сообщества для вас, нового сообщества криптовалют. Не тяните время, не теряйте времени. Задумайтесь над тем, что будет в вашей жизни завтра. К чему вы идете и что вы делаете для того, чтобы это стало реальностью. Получая возможности, не проходите мимо них. Сегодня у вас есть уникальная возможность стать частью сообщества, которому уже более трех лет. сообщества, в котором уже сотни тысяч людей, которые изменили свою жизнь. И ваша задача стать одним из них. Всем пока. И помните главное, мы можем многое.